Днепропетровск Впрочем, нет ничего удивительного в том, что большинство горожан вспоминают именно Клару Цеткин и Розу Люксембург. Назовем их просто Клара и Роза. В честь Клары Цеткина и Розы Люксембург, товарищи. В первые послереволюционные годы именами пламенных революционерок называли не только детей, но и улицы городов. Именно тогда именем знаменитой немецкой социалистки, которая, как известно, и является автором идеи Международного женского дня, была названа и одна из центральных улиц Екатеринослава, которая до 1923 года носила название Семинарской. Сегодня это один из самых старых женских городских топонимов. А самым новым является улица Ольги Касач-Кривнюк, названная так в 2010 году в честь сестры Леси Украинки, которая 10 лет прожила в поселке Лоцкаменко. Есть в нашем городе и улица Леси Украинки, которая, в отличие от сестры, была в Екатеринославе всего однажды и то проездом. В честь и быть увековеченными в географических названиях Днепропетровска удостоились еще четыре служительницы МУС, две поэтессы и две писательницы. В этот список попали Анна Ахматова, Агния Барто, Ольга Кобылянская и Марка Вовчок. При этом в нашем городе побывала лишь одна из них. В этом году, в марте месяце, Екатеринослав посетила пани Марка Вовчок, известная малороссийская писательница, которая приезжала сюда на достаточно короткое время. Да и повод для посещения города известной малороссийской писательницей был невеселым и даже трагическим. В течение двух лет она трижды приезжала в Екатеринослав на свидание с сыном, который по обвинению в государственном преступлении находился в новомосковском тюремном замке. Но все-таки больше повезло революционеркам. Кроме Цеткин и Люксембург, в свои улицы в Днепропетровске заимели жена и соратница Ильича, Надежда Константиновна Крупская, первая советская женщина-дипломат Александра Калантай, а также уроженка Екатеринослава, членка Минтерна и участница международного женского движения Людмила Сталь. Ее именем назван небольшой переулок на жилмассиве Красный Камень. В разряд увековеченных революционерок попала также царе-убийца Софья Перовская и единственная в истории женщина-командир бронепоезда Людмила Макеевская. Так же, как и Людмила Сталь, она удостоилась лишь переулка, хотя бронепоезд в 1918 году был сформирован на революционном Екатеринославе. А значит, имена обеих Людмил улицы, а точнее переулки нашего города, носят вполне резонно. Впрочем, их фамилии большинству горожан известны лишь в привязке с соответствующим топонимом. Так, например, для многих жителей города по-прежнему остается загадкой название улицы Гопнер. Мало кто знает, что одна из центральных улиц Днепропетровска названа в честь видного революционного и партийного деятеля Серафимы Гопнер, чья бурная партийная и революционная деятельность напрямую связана с Екатеринославом. Кроме того, Серафима Ильинична была делегатом всех семи конгрессов Коминтерна и делегатом четырех съездов Компартии СССР. Редактор партийных газет и доктор исторических наук, герой социалистического труда и кавалер двух орденов Ленина Серафима Гопнер неоднократно назначалась членом в ЦИК СССР. В 1996 году ее именем было названо «Улица Гостиная», где когда-то проживала Серафима Ильинична. Несколько лет вот на этом углу висела табличка с надписью «Улица Гопнер». Ее авторы, очевидно, были уверены, что Гопнер – это фамилия мужчины. Достойно представлены в местной топонемии женщины-герои Великой Отечественной войны. Среди них знаменитые подпольщицы – Любовь Шевцова и Ульяна Громова, Зоя Космедемьянская и Лиза Чайкина. В этот список попали и герои Днепропетровского подполья – Галина Андрусенко и Фатима Гафурова, а также герой Советского Союза Гуля Королева – прототип героини любимой книги многих советских детей. Ее имя носит одна из улиц старой части Левобережья. В названиях Днепропетровских улиц увековещена память о двух отважных советских летчицах и о легендарной трактористке Паше Ангелиной. Долгое время ее имя было символом ударного коммунистического труда и субъектом советской пропаганды. Среди плеяды имен героинь революции, войны и труда непонятно каким образом оказались женщины негероических профессий – ученые и актриса. Из женщин-ученых на карте города отмечены имена Софьи Ковалевской – первой в мире женщины-профессора математики и имя физикоядерщика, дважды лауреата Нобелевской премии Марии Кюри. Именно ей и ее мужу Пьеру Кюри человечество обязано открытием новых радиоактивных элементов. Актрисой у достойной чести украшать своим именем одну из улиц города на Днепре стала великая русская театральная актриса Мария Ермолова. Итак, в современном городе, на карте которого около двух тысяч улиц, в честь женщин названо менее тридцати, что составляет полтора процента от общего числа городских топонимов. Зато сегодня в Днепропетровске есть целых три улицы 8 марта и один переулок с таким же названием. Наличие четырех праздничных топонимов, по-видимому, должны были компенсировать недостаток женских имен в названиях городских улиц. Впрочем, в утешении можно еще вспомнить и о том, что менее века назад главной улицей города был Екатерининский проспект, а сам город назывался Екатеринославом. Екатеринославом